Пачанга, друзья мои, я вас приветствую всех, наступил новый удивительный фантастичный просто день Вышел я на райончик и сегодня, конечно, буду вам что-нибудь интересное, хорошее показывать, да? Сразу, извиняюсь, придется мне кричать, потому что здесь еще пока тихо у нас, а дальше уже будет более шумно Если я не буду громко разговаривать, вы меня не услышите Хотя стоило бы мне давно уже нормальный микрофон нацепить Да и оператора тоже нанять себе В общем, проснулся, вождь, да? Естественно, люто поразмышлял о бытие Прочитал ваши комментарии прекраснейшие, да? Всем, как говорится, большой респектоз И думал я сегодня, что же вам показать Вообще, как вы знаете, вчера я говорил вам, что хотел выложить видео с Германией, да? Но, к сожалению, вчера у меня слишком был насыщенный движ Я вам успел загрузить быстрее видео вчерашнее И уже не успел отремонтировать, отремонтировать говорю Отмонтировать видео из Германии Поэтому оно будет, скорее всего, завтра Не знаю, ничего не буду говорить Но сегодня я вам хочу записать свежее, новое видео Я думал, ну о чем же его сделать? В принципе, хотел уже продолжить тему нашу, да? Более четко, так скажем, разъяснить, естественно, о свободе Но потом подумал, блин, что-то я в последнее время слишком Как-то слишком жестко, так скажем, вас гружу, да? И думаю, может быть, чуть-чуть надо сбавить обороты Может быть, что-то другое снять И тут раз появляется комментарий За что, как говорится, большой респект, да? За этот комментарий Потому что он идеально вписался вот в то состояние И там написано Что можно купить за тысячу крон в Швеции, да? И я думаю, блин, шикарный комментарий Простой Ну, то есть, никаких психологических загрузов, да? Никакой философии Это не значит, что вам не надо изучать, естественно, философию Смотрите предыдущие ролики Потому что это очень важно для свободного человека Если вы, конечно, хотите быть свободными Вот, но это мы оставим А сегодня я на самом деле подумал А почему бы вам не показать, что можно реально взять за тысячу шведских крон? То есть, это 100 евро, да? Это, в принципе, как бы Ну, любая сумма, она относительная Где-то она может быть Для кого-то она большая Для кого-то она маленькая Вот я сейчас, знаете, почему здесь остановился? Потому что у меня уже первый ответ появился на этот вопрос И ответ у меня такой Смотрите сюда Вот Что в первую очередь Можно взять за тысячу крон в Швеции Это проездной билет на один месяц Стоит он Ай-ай-ай Пачангас, пачангас Стоит он 100 евро За эти 100 евро Можно кататься на метро Можно кататься на трамвае Можно кататься на, в общем, на многих общественных транспортах И в том числе Можно кататься на речных трамвайчиках И вот на одном из таких речных трамвайчиков Мы с вами сегодня прокатимся Но не на этом Этот не имеет отношения к этому проездному То есть, вот это, видите, SL написано Да? То есть, только то, что относится к SL Вот это к SL не относится Для того, чтобы прокатиться на этой колымаге Надо взять отдельный билет Я не знаю, сколько он стоит Ну, наверное, там евро 20 Я не буду утверждать Примерно, я так думаю, да? Вот И можно на нем тоже кататься Но мы сегодня будем именно то Что можно взять за 1000 шведских крон То есть, что можно приобрести за 100 евро Один из вариантов Попозже Пока мы с вами будем двигаться на колымаге За 100 евро Которая, да? Точнее, за то, что входит в эти 100 евро Кроме метро, как уже сказал Кроме автобусов Кроме трамваев Кроме там еще каких-то разных транспортов И вот речной трамвайчик Сейчас мы его дождемся Там буквально несколько минут было написано Вон там, видите, на табло И двинем в путь Вот, подплывает наш речной трамвайчик Он ходит здесь Их несколько вообще, да? То есть, это вот одно направление Мы сейчас на этом поедем Это я выбрал его только потому, что Ну, сразу рядом оказалось А так, на самом деле Можно выбирать разные направления Они все ходят по городу Между островами Потому что сам Стокгольм Он лежит, если я не ошибаюсь На 14 островах Могу сейчас ошибаться Но в любом случае Он состоит из островов Да? И вот между вот этими островами Может быть, не всеми, естественно Не буду говорить Но то, что вот в центре Это 100% Вот между островами Вот такие речные трамвайчики Ходят Сейчас люди выйдут сначала Вот так вот она выдвигается Все Пошел народ на выход Вот так вот Прикладывается проездной этот Видите? И смотрите Вот такая здесь красота Очень чисто Все очень красиво Вообще они по-разному выглядят Открываем дверь И выходим на передовую Вот такая красота Сейчас я вам буду Показывать Рассказывать Что здесь у нас происходит Что мы будем проезжать А здесь еще второй этаж У нас оказывается есть Это мы сейчас На верхнем этаже находимся Да? То есть есть нижний этаж Есть верхний этаж Разворачивается наш Речной трамвайчик Вон видите Травай Обычный трамвай Смотрите какой красивый Старый Вот на нем тоже Вы можете Вот за эти 100 евро Кататься Сколько в вашей душе Как говорится угодно Красивая набережная Странд Вегин называется Самая дорогая Или одна из самых дорогих Улиц Стокгольма Странд Это как бы Пляж Да получается Вот А Вегин Это улица Вот здесь очень красивые дома Мне это улица Напоминает вот чем-то Канны Да? Там Ниц В общем вот это вот Французская набережная Когда я ее вижу Приятно по ней прогуливаться Там много кафешек Ресторанчиков Сидишь В общем отдыхаешь Наблюдаешь За жизнью Это прекрасно Естественно Философствуешь Как же без этого Впереди у нас Видите вот это Это музей Северный музей Огромейнейший Просто огромейнейший музей Интересный музей К сожалению Я вам сейчас Не смогу сказать Сколько стоит он Но в любом случае За 100 евро Я думаю Можно его посетить Ну раз Семь Примерно так Можно в интернете Посмотреть Сколько он Стоит Но музей Сам по себе Интересный Стоит его Посетить Также смотрите Вот с этой стороны Сходу Да Вот прямо рядом Следующий музей Этот музей Называется Музей Уаси Это музей Корабля Который назывался Васса Он затонул Затонул он Потому что Вознамерился Быть лучшим кораблем В истории Вообще Человечества Неимоверно Было потрачено На него усилия Специально Приглашали Из Голландии Человека Который Эти корабли Создает Да Вот он Приехал из Голландии Сам лично Королем Я так понимаю Нормально Забошлял Потому что Он хотел Чтобы вот это Балтийское море Чтобы оно было Наше море Как в Италии Говорились Да Средиземное море Как Римская империя Была Вот Римская империя Это было их море Вот то же самое Хотел король Чтобы оно не называлось Балтийским морем Чтобы оно не граничивалось Другими странами А только считалось Шведским Но в эти Буквально там Через полчаса Собралось Огромное количество На море Собралось Весь город Просто праздновал Гулял Кайфовал Корабль Вышел Так сказать В просторы Да Чтобы покорить Весь мир Удивить весь мир Но из-за Того что Неправильно Был сконструирован В первую очередь Я так понимаю Из-за пушек Да Хотя у меня Есть предположение Я об этом говорил Что там все-таки Какой-то заговор Был Потому что Человек этот Был приглашен То есть это государственный Уровень Вот этого всего В конечном итоге В общем Неважно по какой причине Он пошел на дно Буквально через полчаса Он пошел на дно И вот видите Вот эти вот Торчат Мачты То есть это настоящие Мачты Если внутрь туда пройти Я там был На самом деле Тоже интересный музей Стоит его посетить То есть там реальный Настоящий вот этот музей Почему он сохранился Так хорошо Сохранился он хорошо По той причине Что вот это море Здесь Которое Балтийское В нем мало соли Именно из-за этого Через 333 Если я не ошибаюсь Года Опять-таки Поправьте меня Если это будет Чуть-чуть не так Да Его достали Его достали И сделали Музеем Поэтому здесь Сразу находится Этот музей Тоже цену Я его говорить не буду Здесь также Идут еще музеи Там какой-то Биологический музей Там есть Еще какой-то музей Вообще здесь Но викингов Вот здесь Музей тоже есть Да Здесь очень много Музеев Разно находится Сейчас я вам Их все Вот так вот Показывать не смогу Потому что Они не видны С этой стороны У нас Любимое место Детишек Да То есть Вот этот детский Аттракцион Сейчас Как вы видите Он не работает Но здесь Дети веселятся Здесь дети Кайфуют Получают здесь Удовольствие И мы сейчас Здесь будем С вами Выходить Потому что В принципе То что я хотел Вам показать Я вам показал Конечно Этот корабль Этот речной Травайчик Он двигается дальше Да То есть На нем можно Плыть в ту сторону Вон тот видите Викинг Лайн Кстати Вот за 100 евро Можно вот на такой Коломаге Но опять таки В зависимости от ситуации Иногда за 100 евро Можно Иногда это бывает 150 Иногда это бывает 200 евро Да То есть Разные условия Там Но Можно 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 За 100 евро Можно вот на такой Коломаге Прокатиться Я вам все эти круизы Уже показывал Это Финляндия Эстония Литва Латвия В общем Да Все варианты Которые есть Так все Нам надо На выход Ити Ой Как там Наверху Оказывается Холодно Вот я сейчас Только понял Что там Холодно Потому что Здесь Так тепло Так классно Открываемся Так вот видите Открывается Ну что Пойдем Дальше Вот я думаю Что же еще Показать Что можно Приобрести За 100 евро Да То есть Первый момент Вы поняли Это проездной билет Кстати Здесь сейчас Проходили Забастовки Здесь тоже Бастует Ну в общем Все кому не лень Скажем так Бастует В том числе И бастовали Работники Этого СЛ Почему они Бастовали Насколько я Если правильно Все понял Насколько мне Объяснили Да Бастовали Они потому Что Их хотят Сократить Работников То есть Внутри Когда ты едешь В поезде Ну в метро Да Там еще второй Есть типа Французский Рер Да Пендельток Он здесь Называется Это электричка Вот Когда ты на нем Едешь Там такой вариант То есть Один человек Должен сидеть Внутри Как бы управлять Да Смотреть Вот эту всю Тему А второй На каждой станции Выходит Проверяет Все ли двери Закрылись Объявляет Говорит Там микрофон Так и так Следующая станция Там двери Закрываются В общем И тому подобное Одним словом Смотрит За тем Чтобы Не было Проблем С пассажирами Да Чтобы безопасность Соблюдать Но здесь Вот эта Фирма Вот эта СЛ Которая продает Эти проездные билеты Они решили Сократить Штат Людей И поэтому Произошла Такая Забастовка Я не знаю Насколько она была Мощная Забастовка Потому что Местные Забастовки Как уже сказал Отличаются Отельчик мой Помните Я вам ее показывал Вот здесь Вот проживал Очень мне это нравится Место Вот это реально Здесь и отель Красивый Короче Вот это шикарнейшее место Я вам здесь все В принципе показывал С этой стороны У нас Музей Абба Если хотите Мы его тоже Как-нибудь Посетим Вот здесь Он находится Видите Абба Вот так Выглядит музей Также здесь Отель Тоже Тоже нормальный Кстати Хороший отель Ну и музей Здесь тоже Находится Но этот отель Мне нравится Больше все равно Такой хорошенький Такой Королевский Такой Приятный Королевский Такой Домашний Королевский Я бы вот так Сказал Вот Одним словом А так вот Они здесь Бастовали Бастовали Это вот сейчас Буквально было Притом Я даже не знал Что они бастуют Почему я не знал Что они бастуют Как уже сказал Потому что местные Забастовки Они все равно Как-то отличаются От примеру Тех же Французских Забастовок Да Потому что во Франции Когда бастуют Там естественно Весь Париж Знает Да Что забастовка идет Все горит Все Пламенем Синим Да А здесь же Я только это узнал Потому что заходишь в метро Что-то то едет То не едет Да То эти эскалаторы работают То не работают Я думаю Что за ерунда такая Потом заходишь в этот РР В этот пендельток Да Опять То едет Потом один раз смотрю Час Час Ждать Час Я думаю Ничего себе Что произошло Что за дела такие Вот А оказалось Это все Вот из-за этих забастовок Но насколько я понял Сейчас эта Забастовка Прекратилась И в данный момент Все функционирует Я не знаю Ездили ли Речные трамвайчики Я как бы Не обратил на это Внимание Ездили ли они Так Еще один транспорт Что друзья Показываю вам Трамвай Так Хочу вам Сейчас показать Как выглядит Вот этот трамвай Посмотрите Какой он Красивый Весь Раритетный Смотрите Какой Красавец Вот на нем Мы сейчас С вами Прокатимся Смотрите Какие кресла Красивые Просто Фантастичные Кресла Можно ли здесь Проходить вперед Я думаю Что можно Вот такая Здесь красота Сейчас Прокатимся С вами Одну остановку Далеко ехать Не будем Просто Пользуясь Так сказать Моментом Я решил Сделать Эту зарисовочку Я думаю Вам Понравится Этот момент Все Уходим Всем пожелаем Счастливого пути О Смотрите Как открывается Вот такая Вот красота Какой у него Номер Номер Видите У него даже СС еще написано У него не СЛ А СС написано Пачангас Пачангас Семерочка Семерочка Смотрите Семерочка Дюр Гордон Дюр Гордон Это Звериный Королевский Остров На котором Мы сейчас И пока Жду Обратного Или автобуса Или трамвая Сейчас покажу Вам То что еще Можно купить За 100 евро Пожалуйста Вот таких Меню Видите Вот 90 крон Стоит 100 крон Стоит И 110 крон Стоит 100 крон Это 10 евро Вот 150 грамм Получается За 100 евро То есть За 1000 Шведских крон Можно купить 10 таких Меню Так Сел на первый Попавшийся Автобус Я так люблю Делать Самое Прикольное Когда садишься Просто на автобус Едешь Куда он едет Вот Отъехал я От того места Вот так Выглядит Сам автобус Это тоже То что Входит Как я уже Сказал В эти 100 евро Видите Это все Сл Одна Организация Вот У него Такой Знак На днях Они Как уже Говорил Бунтовали Бастовали В общем Были против Этих Увольнений Не знаю Чем все Это закончилось Вся эта История Но Красиво Мне Нравится Вот Следующая Остановка Так Люди Заходят Видите Прикладывают Этот Проездной 100 евровый И Передвигаются По городу Сейчас Мы куда-нибудь Доедем Не знаю Куда мы Едем В любом случае Мы тут По центру Находимся И продолжим Эта станция Называется Техническая Хокскула Это мы Получается Находимся Ну в центре Мы в любом случае Находимся Я пока еще Не решил Где я буду Выходить Я думаю Сейчас Чуть-чуть Вам покажу Город То есть Прокатимся С вами Есть автобусы С интернетом Есть автобусы Без интернета Я не знаю Как это распределяется У них Но я заметил Что иногда Садишься в автобус Интернет Есть Вайфай То есть Работает Иногда Садишься Он не работает Сейчас у нас Идет посадка Людей Вот она говорит Большое спасибо Говорит Что Подождали нас Вот Он говорит Нет проблем Говорит Конечно Вот вообще Здесь сами Вот эти водители Автобусов Ну не знаю Разные Конечно Бывает Все бывает Да Но насколько Я вижу Насколько Я видел 99 Скажем так И 99% Очень приятные Милые Подсказывают Объясняют То есть Каких-то Вот я не видел Жестких каких-то Бывает Там разборки Какие-то Не знаю Выяснения Там Хотя Иногда Моменты Такие Тоже Случаются Вот Бывает Конечно Все бывает Более того Есть такие Интересные Моменты Я не раз Наблюдаю Обычно Водитель Автобуса Он что Делает Он просто Садится И ведет Ему не надо Объявлять Там Иногда Иногда Может Конечно Что-то Объявить Когда Какое-то Происшествие Там Или Выйти Зайти Если Не слышно То есть У него Есть Микрофон Но Иногда Это Очень Редко Бывает Я Наблюдал Такую Картину Когда Водитель Автобуса Чувствует Себя Каким-то Не знаю Пилотом Самолета В том Плане Что Он Садится Объявляет Чуть ли Не как Рейс Добрый Вечер Сегодня Наш Автобус Двигается По такому По такому Маршруту Расположитесь Удобно Сегодня Вас ждет То-то Се-то Короче На пару Минуточек Или на Минуточку Идет Такое Объявление Того Что Будет Что Ожидается Как в самолетах Это бывает Это выглядит Очень мило Притом Это делается В таком Позитивнейшем Таком Приятнейшем Настроении Все это Происходит Бывают Такие моменты Но Как уже Сказал Это очень Редко Я не знаю Это не Прикалываются Так Эти водители Автобусов Или Это Может быть Иногда У них Бывает Какая-то Программа То есть Для новичков Не знаю Не буду Ничего Утверждать Знаю Одно Точно Что Огромное Количество Людей Которые Сюда Прибывают Так Называемых Инвандеров То есть Иностранцев Они Работают Именно Водителями Автобуса Как В том числе Вот этот Человек Который У нас Сейчас Сидит За рулем Хотя Возможно Он Здесь Родился Я Не буду 100% Утверждать Но Скорее Всего Я думаю Он Приехал Обучился Прошел Курсы То есть Они Обучают Тебя Языку Потом Проходишь Ты Курсы Не знаю Сколько Они Проходишь Эти Курсы И все И спокойно Можешь идти Быть водителем Автобуса Зарплаты У них Не буду Не знаю По правде Какие у них Зарплаты Но я думаю 1002 евро Скорее всего Кто точно знает Напишите Мы находимся С вами В центре И мы сейчас Находимся С вами В районе Оденплан Я знаю Все эти места В принципе Я здесь Практически Ежедневно Здесь пешком Гуляю Поэтому все Эти места Знаю И я думаю Что мы сейчас Делаем Кое-что Интересное Дело в том Что я же Вам должен Показать Что за 1000 Шведских Крон То есть Что за 100 евро Можно еще Взять Кроме того Что я уже Вам показал Кроме этого Проездного Да Поэтому давайте Мы с вами Зарулим Может быть Вот в этот Магазин Продуктовый Я хочу В какой-нибудь Продуктовый Шведский Магазин И более того Я думаю Что мы не только Шведский Магазин Продуктовый Зарулим Мы еще Зарулим С вами И в русский Магазин Если он Конечно Будет Открыт Еще Я вам Покажу Что можно Взять На 1000 Крон В плане Продуктов Вот Кроме Продуктов Пока мне Ничего Нового В голову Не приходит Возможно Нужно Было Перед тем Как записать Это видео Сделать Анонс Скажем Тогда Чтобы вам Было Интересно Но Как вы Уже Поняли Вот я Сегодня Это Прочитал Вышел На район И сходу Решил Вам запилить Сегодняшний Видос Вот Этот район Уже Называется Один план Вот с этой стороны Сушиль О Движ Смотрите Как вы видите Обратите внимание Вот сейчас Он сигналил Наш автобусик Я так понимаю Сигналил Вообще Здесь сигналят Ну очень редко Здесь настолько Редко сигналят Что иногда Когда ты идешь По улице Обычно Если кто-то И сигналит Это бывают Опять-таки Те самые Инвандеры То есть Приезжие Да Которые здесь Ну живут там Не важно Долго Или недолго Не знаю Кто Как Но в любом случае В основном Это бывает Это именно они Потому что Именно сами шведы Ну очень редко Сигналят Я практически Ну не знаю Конечно такое есть Но это реально Очень редко бывает И иногда бывает Такая ситуация Когда ты идешь По улице Настолько Ты уже Привыкаешь К вот этой Знаете Спокойствию К вот этой Тишине Какой-то Гармонии Вот этой Местной Настолько Уже Привыкаешь Расслабляешься Да Видите Это он Вот сигнал Автобусик Бывает Привыкаешь И в один момент Раз Пап Где-нибудь Какой-нибудь сигнал Прям Чувствуется Это Потому что Одно дело Когда ты находишься Ну не знаю В той же Италии Или в каких-нибудь Других там Странах Или у нас Дома Где постоянно Сигнали Там безумие Вот это происходит Ты привыкаешь К тому И конечно Никаких Тогда у тебя Вот этих моментов Не происходит А когда привыкаешь К вот такому Спокойствию То оно Замечается Вот мы сейчас Доехали до Оденплана Здесь я выйду Вообще Первая дверь Вот это видите Входная дверь Она для того Чтобы входили люди Но иногда Можно Вот Но иногда Можно выходить И отсюда тоже Вот такой автобус Показал вам Как он функционирует Как он двигается Обратите внимание На Вот эти камешки Посмотрите Сколько их много Видите Везде они лежат Почему они везде лежат Почему вот этот песок Да Потому что Закончилась зима И после зимы Остался Этот песок Соль Они не сыпят Они сыпят Вот эти камешки Эти камешки У них стоят В таких специальных Боксах Коробках Там написано Песок Да По всему городу Вот Они их в общем Пополняют Потом Зимой Все это сыпят И вот сейчас Настала пора Это все убирать Я думаю Вот буквально На днях Здесь уже будут ходить Вот эти Космонавты Называю я их так Они реально выглядят Как космонавты С этими большими пушками Вот И вот это Весь Вот эти все камни Вот этот весь песок Полностью будут Убирать Очищать Собирать В одни Какие-то большие кучки И потом Они эти кучки Я не знаю Что они потом С ними делают Скорее всего Их надо чистить Чтобы их снова Положить В эти боксы Потому что В самих боксах Уже очищенный Этот песок Лежит Мы сейчас С вами Идем прямо И буквально Через 5 минут Да Там 7 минут Нам осталось До русского магазина Там кстати Есть и шведский магазин Да Поэтому Я вам сейчас Делаю обзор Что можно приобрести За 1000 евро Точнее За 1000 шведских крон За 100 евро Насчет Продуктов И первый магазин У нас По дороге Который К русскому магазину Это Вот этот магазин Называется он Хэмшоп Да Вообще Есть разные Продовольственные Магазины В Швеции Этот хэмшоп Он не считается Самым дешевым Потому что Самым дешевым Считается Лидл Но сейчас Специально ехать В Лидл Он есть Здесь в другом Просто районе Можно конечно До него тоже Добраться Да Но по большому счету Там плюс-минус Мы сейчас Это считать не будем Просто Сделаем обзор На обычный Магазин Который есть По всей Швеции В принципе Да Который называется Хэмшоп Так Ну что Мы в магазине Но это Не большой магазин Оказался Это такой Маленький Средненький Скажем Тогда Вообще Они огромные Бывают Ну давайте Вот я теперь Только не знаю Как все это Почитать Посмотрите Помидоры Стоит 6 евро Да Пожалуйста Килограмм Хотя они разные Тоже Видите Здесь 5,5 евро Вот мы возьмем То что Килограмм Да вот 6 евро Килограмм Окей Добавляем к ним Килограмм Авокадо Вот смотрите Авокадо Видите Он стоит 5,5 5,6 Ну короче 6 евро Примерно стоит То есть 6,6 Это будет 12 евро У нас Ну давайте Добавим Яблочек Сюда Да Пожалуйста Вот добавим Вот таких Вот примерно Яблочек Сколько у нас Это было 12 евро Плюс Ну 3 евро Да Это будет 15 евро Окей Идем дальше Давайте добавим Сюда Вот этот Картофанчик Вот этот Картофанчик Очень вкусный Потому что Это сладкий Картофан Когда Вождь проживал На Канарских островах Особенно В деревне Виллафлор Помните Самая высокогорная Деревня В Испании Да Считается Виллафлор Вот там Были очень много Разных таких Картофанов Потатиса Вот смотрите 3 евро Он стоит 15 евро Плюс 3 евро Будет у нас 18 евро Да Что еще нам Нужно Из продовольствия Ну давайте Возьмем чеснок Чеснок стоит Всего лишь 1 евро Сколько у нас Там было 15 евро Получается 16 евро Так Цветочков Возьмем Да Надо же Цветы дарить Родным Прекрасным Людям Да То есть 15 евро И возьмем Цветы За Вот За 8 евро Мы возьмем Цветы Да Здесь дороже Я не вижу Хотя наверное И дороже Здесь должны быть А вот Есть за 12 За 13 Даже евро Есть То есть 15 евро Вроде 15 было Плюс 13 евро Получается Сколько Около 30 евро Круассанчики Вот для полного Комплекта Пускай будет 1 круассанчик Вот круассанчик Стоит 10 Шведских крон То есть 1 евро Да Или 1 1 Ну 1 Шведских крон Стоит Короче В общем Это получается Те самые 30 евро Можно Вместо круассанчика Взять Кексики То есть В принципе Такая же Цена Или Вот такие Кругляшки Скажем Или даже Канолики Канолики Смотрите Канолики Видите Сицилистские Канолики Идем дальше К примеру Мы проголодались И хотим Поесть Именно сейчас То есть Нет у нас Сейчас Желания Там готовить Тем более Если кто не умеет Как я Для того Кто умеет Конечно Никаких проблем Нету Но к примеру Мы проголодались И мы хотим Поесть Вот этого Салата Почему Именно Этого салата Потому что Они на самом деле Очень вкусные Бывают И цена У них 139 То есть 14 евро За килограмм Так как я Неоднократно Такие салаты Уже брал То могу сказать Что примерно За 10 евро За 10 евро Да За 8 даже Евро В принципе Да Можно нормальный Такой салат Чтобы хорошо Наесться Взять Ну за 10 евро Точно Да То есть Пробавляем 30 нашим Евро Еще 10 евро И у нас Получается 40 евро Идем дальше В остатке У нас Сколько 60 евриков И за 60 евриков Мы с вами В продуктовом Магазине Что еще можем взять Давайте возьмем Вот этих Оливок Это будет У нас Еще 2 еврика Добавим Да 62 евро Потом Сырые у нас Есть Смотрите Ну с сырами Конечно Это очень сложно Потому что сырого Во первых Очень много Во вторых У них Разные цены Разобраться В них Какой брать Я даже близко Сейчас понятия Не имею Видите Вот допустим Вот это стоит 32 евро Да Вот А вот этот Стоит 43 евро Да Поэтому сейчас Очень сложно По килограммам Это все Читать Сыр пропускаем Давайте Пойдем дальше И посмотрим И посмотрим Что у нас Есть Здесь Допустим 60 евро У нас Было Смотрите 64 евро Вот это берем Да Оливки берем Еще 4 евро 68 евро Так допустим Хотим Вот этих Макарошек Или что это Такое Вот эти Штучки Да Стоят Они 2 4 То есть 68 Примерно Евро Это получается Потом Хотим Лим И вот Такие Вот Джемчики Да Допустим Утро Встали Круасанчик У вас Масло В общем А-ля Фонце Стоит Он Вот Допустим 4 евро Да 68 72 евро Если я не ошибаюсь Уже у нас Корзина Скажем Так Получилось Потом Нам нужна Конечно Шоколадочка Как же Без Шоколадочки Видите Вот такие Шоколадки Они стоят 2 еврика Вот 3 еврика Да 3 еврика Ну Грубо Я сейчас Считаю Всегда Делите На 10 Примерно 3 евро У нас Было 72 Вроде Получается 75 И пускай Будет 75 Евро У нас Так Если же Есть Кто умеет Готовить Там Хлеб Или для Каких-то Других Целей Нужна Мука То Мука Стоит 3 3 Евро Да То есть 75 79 Получается Правильно же Ну 80 Евро Короче Это Получается У нас Осталось Еще 20 Евро Что Мы Еще Можем Взять На 20 Евро Конечно Кофе Нам Нужен Как же Разный Допустим Я вот Пью Вот Такой Кофе Он Мне Нравится Очень Он Стоит 7 3 Евро Да То есть 80 Плюс 7 3 Будет 87 Евро Так же Получается Именно так Есть Кофе И вот Такой Есть Кофе И вот Такой В общем Разный Есть Кофе И вот Это Кстати Тоже Вкусный Кофе Вот Этот Я Пью И вот Этот Купил Ну Грубо говоря Сейчас Берем Все 77 Евро У нас Получилась Корзина Блин Кажется Я запутался Ну Неважно Мороженое Тут Есть Видите Так 70 Чем-то Евро У нас Было Прибавляем Вот Это Будет Мороженое Да Это Мороженое Видите По 4 Евро Они Ванильные Допустим 4 Евро Будет Около 80 Евро Если честно Я уже сбился Со счета Поэтому Примерно 80 Евро Так Идем Дальше Вот это Что Такое Это Я вообще Не знаю Карамель Это Нам Не Нужно Давайте Вода Нам Допустим Нужна 80 Евро У нас Было Сразу Говорю Что Вся Вода Которая Здесь Продается Чистая Которая Просто Как Минеральная Вода Она Не Лучше Чем Вода Которая Льется Из-под Крана Потому Что Здесь Из-под Крана Льется Удивительная Вкусная Чистая Вода Ну Мы Сейчас Допустим Хотим Не Из-под Крана Которая А вот Это Которая Я Не раз Показывал Алоэ Вера Да Вот Эта Алоэ Вера Она Стоит 2 Еврика Ну Там Чуть Больше Но 2 Еврика То есть 80 Евро Было 82 Евро У нас Получается Вот Еще Есть Вот Такие Шоколадки Вот Сникерсы Есть По Одному Еврику Да Марс Нам Надо На 18 Евро Еще Набрать Колу Не Будем Брать Пицца А вот Пицца Смотрите Давайте Возьмем Пиццу Вот И пицца Стоит 4,5 Евро То есть 82 Плюс 4,5 Это Будет 86 87 Идем Дальше Масло Вот Давайте Мы хотим Допустим Мы хотим Масло Да Смотрите Здесь Конечно Очень Большой Выбор Масло Самое Такое Топовое Ходовое По крайней мере Насколько Я заметил Может быть Это не так Пишите Свои мнения Но вроде Так Смотрите Вот Оно Стоит 7 Евро То есть Получается У нас Там Сколько Было 85 87 И еще Плюс 7 Короче Ну 90 Мы уже Точно Осилили Да Все 90 Мы Перешли Плюс Давайте Возьмем Турецкий Йогурт Они есть Большие Есть Маленькие Здесь Я наблюдаю Маленькое Стоит 3 Еврика То есть 93 Евро Нам еще Надо найти Что-то На 7 Евро И наша Миссия Будет Здесь Закончена Кефир О Кефир Кефир Как же Без кефира Вот смотрите Сюда Вот такой Здесь кефир Продается Стоит Он 2 И 3 Евро 90 Короче 5 У нас Да Получается И осталось 5 еще Евриков 5 Евриков Осталось Что Можно взять На 5 Евриков Не знаю Может быть Какое Чистящее Средство Можно взять На 5 Евриков Ну давайте Вот возьмем Чистящее Средство На 4 Евро Вот смотрите Для чего Она только Я не знаю Ладно Давайте оставим Чистящее Средство Сложно Понять Что-нибудь Найдем Более Понятное Соки Вот Мои Любимые Соки Вот Здесь Мы И закончим С вами Это все Смотрите Я вам Сейчас Покажу Соки Которые Пью Я Вот он Вот он Вот он А нет Это просто Морковный А тут у них Есть еще Морковный С имбирем С перцем Но почему-то Я его сейчас Не вижу Вот примерно Вот такого стиля Видите Несколько ингредиентов В одном соке Здесь литр Вот такой литр Сока Он стоит 48 Это 49 Потом Короче В конечном Итоге Тут еще Бутылка В конечном Итоге Он стоит 5 евро Вот идеально Он вписывается Да Вот идеально 5 евро Все Сдачи Получил Все Взял я сок Сделал вам обзор В общем Как вы поняли Так называемая Среднестатистическая Корзина была Вода Вот она В магазине Хаймшоп Который называется Смотрите сюда Надпись какая Сейчас я вам покажу Очень интересную надпись Посмотрите сюда Сначала Еда Потом Мораль Поняли То есть Сначала Накорми Говорит А потом Читай Мораль Вот То есть Вот такой подход Очень грамотный подход Видите Я отдал 100 Шведских Крон То есть 10 евро Мне дали Сдачи Ровно 5 евро Ну точнее 50 Шведских Крон Обратите Кстати Внимание Кто изображен На этих 50 Шведских Кронах Это новые Шведские Кроны Посмотрите Узнаете Этого Типа Я вам уже Показывал Смотрите Прошлые Ролики У меня Есть В инстаграме Фоточка С ним За здоровье Моих Граждан Да Волшебный Волшебный Сок Ну что Пойдем дальше Сейчас Мы дойдем До русского Магазина Он здесь Буквально Еще 5 минут Осталось Ветер дует Надеюсь Меня слышно И уже Буду Показывать Что можно Взять За 100 Евро Из Так называемых Русских Продуктов Мы продолжаем Наш Эксперимент Видите Деликатес Бутик Написано Да Это русский Магазин Здесь Прекрасная Хозяйка Прекрасные Продавцы Здравствуйте Как ваша Жизнь Молодая Красивая Дирзоганская Отлично Хочу вас Попросить Кое Моим Зрителям На 1000 Крон Интересно Что можно Приобрести Можем что-то Сделать Мы сейчас Находимся В русском Магазине Я попросил Зину Она мне Вот таким Красивым Почерком Написала Что можно Взять На 1000 Шведских Крон Давайте Сейчас Проверим Вот смотрите Творог 24 Кроны Творог 24 Кроны Сметана 22 Кроны А закончилась Все Только что Пока мы его писали Уже взяли сметану Видите Пользуется спросом Икра 100 грамм Вот она Видите Есть разные Есть побольше За 250 Есть за 220 А это стоит 130 То есть 13 Евро Получается У нас Икра Хлеб Видите Бородинский хлеб Мороженое Вот это 10 Крон То есть 1 евро Стоит Мороженое Да Вот есть Пломбир Есть еще Шоколадный Еще Крем Бруле Даже Тут есть Вот пожалуйста Вот все Это за 1 евро Так Ну что Идем Самый дешевый В городе Самый дешевый В городе Да Так Идем дальше По списку Конфеты 1 килограмм Так конфеты Это вот это Смотрите Любые Вот эти конфеты Видите Здесь какое Разнообразие Огромное Количество Причем Самые дорогие Берешь Это самые дорогие Конфеты Которые стоят 139 Шведских Крон То есть Это 13 14 евро Килограмм За килограмм А дешевые Это какие А тут еще Есть дешевые Ага Все понял А вот здесь Смотрите За 9 евро Видите Килограмм Но они У нас Списки их нет Мы взяли Дорогие конфеты Чтобы у нас Все Вписалось В 1000 Крон Так Идем дальше Пельмени У нас 75 Вот смотрите Сюда Какие здесь Пельмени Тут кстати Есть Кавказские За 89 Я не понял Почему Мы у нас Не кавказские Пельмени Тут они Разные То есть Есть Кавказские Есть Не кавказские Есть Хинкали Даже Вот пожалуйста Но мы Сейчас Взяли Пельмени За 75 Шведских Крон То есть За 7 С половиной Еру Так Вареники У нас Есть 45 Крон В общем С творогом Есть И с картошкой Есть Все они По вот Этой цене 45 Крон Огурцы Соленые Вот они Огурцы Соленые Маринованные Пожалуйста Это все По 39 То есть По 4 Еврика Мыло У нас Идет Мыло 24 Вот Мыло Вот такое Видите Сгущенка Стоит 2,6 Евро То есть 26 Шведских Крон И вот Здесь Стоит Гущенка Ну и Гущенка Как выглядит Я думаю Всем понятно Колбаса 79 Большая Видите Колбасы Вот А нет Это маленькая Скорее всего А вот Она Большая Это Вот Это Большая Да Вот Они Как бы Большие Колбасы Вот Здесь Маленькие Вот Здесь Большие Стоит Они 79 То есть 8 Евро Следующие У нас Вареная Она Колбаса Вареная Следующая У нас Идет Колбаса Копченая Еще Тут Есть 6 Евро Стоит Вот Они Смотрите Видите Вот Это Уже Колбасы Копченые Шоколад 39 Смотрите Аленушка Видите Есть Дешевле Есть За 22 Есть А Есть Вот Смотрите Меньше Есть За 3 Евро Вот Это За 4 Евро Есть Еще Вот За 3 Евро Тоже В общем Шоколад Здесь Валом Но Мы Сейчас Есть Да Есть И по Еврику Есть По Полтора Евро Но Мы Сейчас Для Нашего Эксперимента Только Смотрим Вот Эту Аленушку За 4 Евро Да Самую Дорогую Мы Сейчас Взяли Квас 32 Шведский Крун Это Большой Вот То есть Большой Квас Здесь Полтора Литра Да Ну Кроме Полтора Литрового Есть Еще Маленькие Такие Квасики Но Они Есть Кстати Боржоми Почему Он Наш Список Не Вошел Но Неважно Он Есть Потом Есть У нас Сосиски 34 Лежат Вот Чем Они Там Молочные Сосиски Полокманский Вот Пожалуйста Потом Идем Дальше Зефир Да Это Зефир Зефир Обратите Внимание Здесь На самом Деле Много Зефиров Как Обычно Вот Такое Зефир Вот Такое Зефир Вот Такое Зефир В общем Как говорится На любой Вкус И цвет Но Мы Сейчас Взяли Самый Дорогой Который Называется Волшебная Сказка Вот Зефир В шоколаде Это Называется Потом Идет Горох 29 Шведских Крон Вот Так Вот Выглядит Горох Вот Смотрите Видите Икра Заморская За 39 Шведских Крон То есть За 4 Евро Вот Она Икра Заморская Смотрите Баклажанная Ну И все А Вот Майонез Майонез Большой 39 У нас Стоит Средний 34 А Маленький 29 Вот Ну Мы Сейчас В данный Момент Рассмотрели За 34 Которые Вот И гречка Естественно Гречка Да Очень Люблю Гречку Не знаю Как вы К ней Относитесь Но Я ее Просто Обожаю В самом Конце Зала У нас Гречка Где-то Здесь Находится Так Сода Тут Вниз Четыре вида Гречки Друзья Я посчитала Житницу Это самая Самую дорогую Да вы посчитали А самую дешевую А Самую дешевую Ага То есть Самая дешевая Гречка Видите Друзья 49 Крон То есть 5 евро Стоит Но Как вы Видите Здесь Валом Вариантов Гречки То есть 4 Вот 59 Вот 59 Там И В общем Вот Такие Здесь Цены Все И в конечном Итоге У нас Получается 1001 Крона Было 1023 Мы оттуда Вычеркнули Вот эту Ряженку Убрали И в конечном Итоге Получилось 1001 Крона А вот Так Выглядит Вся Эта Корзина Единственная Кроме Сметаны Просто Сметану Уже Продали Поэтому Сметану Давайте Просто Элементарно Заменим Тамбовский Волк Конфеты Семечки Житница Гречка Пломбир Мороженое Творог Вареники Квас Икорочка Кстати Вот это Вкусная Икра Они разные Есть Но вот это Вкусная Ряженка Вот это Называется Вот это Колбаса Загущенка Горох Кабачковая Пельмешки Майонез Оливковый Гречка Гречка Это очень крутая вещь Огурцы Соленые Колбаса Вот это Высушенные Или так Она называется Волшебная Сказка Зефир Аленушка Бородинский Хлеб Тоже Очень Вкусный Кстати Хлеб И Мыло Все Вот Пожалуйста 100 Евро Вот Все Что Можно Взять За 1000 Крон В русском Магазине После Посещения Русского Магазина Я спустился Метро Здесь Рядом Метро Оденплан Называется Я вам уже Показывал И помните Я вам показывал И рассказывал И говорил Что здесь Проходят Обычно Выставки На этом Метро Вот здесь Смотрите И прошлый раз Я вам показывал Там Какой-то Древний человек Какая-то эволюция Была представлена Здесь Композиция Такая была Вот видите Один из Предыдущих роликов Я вам говорил Что здесь Меняется Это все То есть Это выставка Такая своего рода В этом метро Проходит И вот Сегодня Мы видим Вот такую выставку Не знаю Чему она посвящена Что она означает Через какое-то время Не знаю Сколько они здесь Задерживаются Там Месяц Может быть Два месяца Ну в общем Через какое-то время Эта выставка Уйдет И Будет уже Следующая Вот так вот На это метро В любое время Всегда что-то Представлено Велосипед За 3600 Сколько-то Короче 370 Евро То есть Это получается За 100 евро Можно купить Колесо От этого велосипеда Реклама Которого Висела Только что Мы видели Находимся Мы В универмаге Этот универмаг Называется Оленс Называется Этот магазин Этот магазин Это сеть По всей Швеции Я специально Именно в него зашел Потому что есть Разные Магазины В том числе И онко Которые я вам обычно Показывал Но там самое дорогое А вот этот Оленс Он как уже сказал По всей Швеции Во-первых Есть То есть Он такой общий Специально Я выбрал Чтобы как общий По Швеции За 1000 крон Что можно купить И здесь Он в самом центре Стокгольма Тоже есть И сейчас Просто мы с вами Прогуляемся Хочу посмотреть Что же здесь Реально За 100 евро Можно приобрести Ну вот давайте Посмотрим 1899 2000 То есть Это уже стоит 200 евро Только половину Вот этой сумки Можно купить За 100 евро Можно ли купить Рюкзак За 100 евро К сожалению Рюкзак Стоит 130 евро Все Идем дальше Окей Что же еще Шапочка Давайте попробуем Шапочку купить За 100 евро Сколько стоит Шапочка А вот Шапочку За 100 евро Можно купить Потому что Шапочка стоит 15 евро Пожалуйста Вот уже Давайте допустим В магазине возьмем Вот шапочку возьмем За 15 евро Что еще Мы сможем взять На соточку Ну больше шапочек Брать не будем Или вот шляпандру Давайте лучше шляпандру Все таки Чем эту шапочку Давайте шляпандру Вот шляп Ох ты Ничего себе 50 евро Стоит Как крыло От самолета Ладно Давайте возьмем Шляпандру За 50 евро У нас еще остается 50 евро Что мы можем взять За 50 евро В этом Универмаге Носки 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 Вот пожалуйста Смотрите Носки Стоит 169 То есть 17 евро Стоит 50 плюс 17 Здесь Сколько Четыре пары Носков Это получается 67 Правильно Правильно 67 евро Да У нас уже Потрачено Давайте попробуем Приобрести рубашечку Вот такую Вот летнюю Как раз Лето наступает Красота Сколько же она Стоит у нас Я не вижу Здесь Никакой цены 1490 Короче 150 евро Стоит Поэтому рубашку Мы взять Не сможем У нас потрачено 67 евро Давайте попробуем С джинсами Сколько стоят джинсы Джинсы стоят 130 евро Что же еще Мы можем взять Если у нас 67 евро Потрачено Получается У нас 33 евро В остатке Да Правильно же я считаю 33 евро В остатке Что еще Можно здесь Приобрести На 33 евро Я даже Не могу Предположить Мне кажется Что здесь Ничего нельзя Приобрести На 33 евро Ну хоть что-нибудь Носки мы взяли И шляпу взяли Ну это конечно Очень круто В принципе Что еще нужно Для счастья Чтобы прогуливаться Красиво По улицам Так Это стоит Видите Футболка стоит 40 евро То есть 67 В принципе Если бы мы 7 евро Могли бы скинуть Мы могли бы взять Эту футболку Но мы уже Не можем скинуть Потому что 67 евро У нас Есть Осталось 33 евро А футболка Стоит 40 евро А нам нужно Чтобы она стоила 33 евро Что же можно взять За 33 евро Неужели За 33 евро Нельзя взять Хотя бы Футболку Какую-нибудь Уже вообще Какую-нибудь Там не знаю Дешманскую Скажем так Давайте посмотрим Вот футболки Сколько стоит 1200 евро Стоит Нет Это мы не можем Точнее Крон 1200 крон 120 евро Стоит Не можем Не можем Не можем Себе позволить Может шорты Хотя бы Возьмем Сколько стоят Шорты Давай Ох Ничего себе 140 евро Стоит шорты Нет Пардоне Это мы тоже Себе не можем Позволить Да Жестко Оказывается Жестко Жестко Я еще раз говорю Это не энко Это не цунг Куда обычно Я вам показываю Это Ну обычный Короче Магазин Так что же Давайте Плоточек Ну плоточек Точно должны Взять Да смотрите Какой плоточек Вот Но он стоит 449 Тоже больше А Бабочку Бабочку Так смотрите 67 евро 77 87 И 90 Ну короче 90 Грубо говоря Да То есть смотрите Мы взяли шляпандру Мы взяли Носки И мы взяли Бабочку Вот 90 евро Еще 10 Евро У нас есть Что мы еще можем взять На 10 евро Мне даже Вот Это стоит 80 евро Рубашки Костюмы Я даже смотреть не буду Вот брюки Допустим Да Сколько стоят Такие брюки Кстати Они 50 евро Всего лишь стоят Но у нас 50 евро Уже нет Вон Рубашки 99 100 евро Да То есть практически Вот за 100 евро Ровно за 1000 крон Можно взять Вот эту получается Рубашку Если так уж совсем Да Ну на 90 евро Мы уже набрали Вот нам бы еще Червончик Что-нибудь себе найти Но я боюсь Что на червончик Мы уже ничего не найдем Кроме еще одних Или носков Или Вот это сколько стоит Да Она по-любому Даже будет стоить Больше чем 10 евро Не знаю Нету почему-то У нее цены А это еще Оке-оке-оке Оке-оке Афу Что я Так Так Это даже не продается Что можно купить еще Я спрашиваю Сколько стоит Она говорит К сожалению Это не продается Это говорит Типа так Обуви Короче Приложение Типа О Шлепанцы Шлепанцы Давайте посмотрим Шлепанцы 1100 110 евро Шлепанцы То есть Не вписываемся Мы с нашим Бюджетом На 10 евро Я боюсь Друзья мои Что на 10 евро Мы больше Вот это что такое Может вот это продается У них О Точно Смотрите сюда Боди Скраб Вот Боди Скраб Стоит 99 шведских крон Вот все Что мы можем взять На 100 евро Все Решили мы эту задачу И идем Дальше Ну что друзья Мы совершили Такую небольшую Прогулочку Мы с вами Показал вам Что можно купить За 1000 шведских крон В Стокгольме Да Также не стоит забывать Что по стране Цены конечно Где-то выше Где-то ниже Так же как и в самом Стокгольме И сегодня Понятное дело Там Что можно купить За 1000 крон В Швеции Да Ролик можно бесконечный В общем-то делать Ну сегодня Такая небольшая Зарисовочка Общая была С такой прогулочкой Что более приятно Это видео Было Вот Если же Допустим Там какие-нибудь Районы мигрантские Да Попадать Потому что все Что мы сейчас были Это был центр Да И сейчас мы тоже Доходимся В самом центре Если же брать Какие-то мигрантские районы Там конечно Те же продукты Если брать Или ту же одежду брать Да Или еще что-то брать Естественно Там это все Дешевле Смотрите кстати У меня старые ролики На другом В том числе Канале Там есть видео Про это все На сегодня Я буду с вами Заканчивать Вы пишите О чем будем снимать Дальше видео Естественно Про свободу Это по-любому Будем снимать Всех Обнимаю Оставайтесь Свободными Пачанга Полная А еще За 100 евро Или 1000 Шведских крон Можно выпить Около 25 чашек Кофе Вот с таким видом В центре города Ваше здоровье Друзья мои Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»